Добрый вечер, коллеги. Я предлагаю начинать. Все-таки время. Рада вас сегодня всех видеть. У нас сегодня очередная встреча IT Talk. Она посвящена JS, JavaScript. И, как видите, много любителей и людей, которые интересуются JavaScript, сегодня собрались здесь. Она сегодня ожидает два доклада. И я предлагаю начинать. Прошу поприветствовать первого докладчика, Саша Трищенко. Саша, тебе слово. Всем привет. Мы очень рады вас всех видеть. Я буду вам по ходу презентации задавать вопросы, для того, чтобы корректировать ее план и так далее. Итак, я представлюсь. Меня зовут Александр. Я работаю здесь, в компании DataArt. Занимаюсь разработкой FullStack JavaScript приложений. И мне так повезло, что мне сейчас попадают небольшие проекты. Три-четыре месяца. И, учитывая специфику моих проектов, мне удалось поработать с Angular 2 и поработать на четырех проектах. Три из которых были коммерческими и один из которых мой пэт-проект, который я до сих пор пишу. Он как раз и самый старый из них. И на этом я еще сакцентирую свое внимание. Я решил поставить простые вопросы нашего доклада. И, собственно, это наш план. Это наша агенда. Первый вопрос. Я отвечу, почему мы выбрали Angular 2. Почему мы выбрали не что-нибудь из экосистемы React. Почему мы не выбрали View. Почему мы не выбрали Backbone, в конце концов, или XJS. Дальше. Я расскажу, как это работает, с чем мы столкнулись на практике. И покажу несколько реальных кейсов. Дальше. Проблемы и решения проблем. Не все, конечно, так гладко, как может показаться. Это реальная жизнь. Поэтому я постараюсь рассказать реальную картину того, что мы имеем в Angular 2 приложениях. Ну, как я сказал, примеры, ваши вопросы. И у меня есть несколько плюшек, если мы успеем. Буду рад вам их показать. К сожалению, многие доклады по фронт-энд разработке выглядят так. Какие-то чуваки приходят и начинают тебе рассказывать. Вот есть технология X. Ты обязательно должен ее использовать, потому что она крутая. А какие есть бенефиты от использования этой технологии? Она крутая. Ее модная. Ее написала компания Y. Поэтому ты обязательно должен ее использовать. Твоя приложение написано на предыдущие технологии. Все, она резко превратилась в тупу после выхода технологии X. Я постараюсь быть максимально объективным и исключить, насколько это возможно, субъективное суждение о технологиях. Как-то ко мне пришел PM и сказал, у нас вот есть проект. Он будет довольно-таки небольшой. У нас будет команда из трех человек. У нас будет четыре месяца. На чем мы будем его писать? Проект мы будем писать с нуля. Я задумался и вынес для себя пункты, которые я ожидал от технологии. Первый пункт. Это отсутствие необходимости писать код ради самой технологии. То есть моя задача была свести к тому разработку, чтобы мы занимались разработкой какой-то бизнес-логики. Чтобы мы не писали огромное количество инфраструктурного кода просто ради того, чтобы это работало. Дальше. Для меня был важным поинтом это стабильность и живое сообщество. Думаю, здесь найдутся те люди, которые нашли какую-то технологию X. Крутую, модную, современную. Вчера вышло только, написали приложение. Оно не работает. Начинаем искать, в чем проблема. Тратим время, дни. А потом оказывается, что это проблема в ядре. И мы тратим кучу времени на то, чтобы пофиксить какую-то проблему. Выбиваемся из эстимейтов и недоволен никто. Дальше у меня была задача простая комплектация команд под проекты. Потому что фреймворков много, но на слуху и на практике люди используют совсем ограниченное число фреймворков. Дальше. Для меня была важна целостная экосистема. Потому как, грубо говоря, если есть технология X, у нее есть роутер, который поставляется поставщиком Y. Там вьюшки рендерятся с помощью какого-то другого компонента. И все эти разработчики между собой никак не синхронизируются. Это вызывает множество проблем. И необходимость это все дело саппортить. Это вызывает очень большой страх. При попытке обновить все пакеты. И файл package.json в итоге приходит к фиксированным версиям всех пакетов. И приложение фиксируется во времени. Дальше. Достаточный уровень абстракции и прирост в скорости разработки. Собственно. Зачем нам нужны фреймворки? Фреймворки нам нужны для того, чтобы разрабатывать быстрее. То есть, вообще, давайте подойдем к вопросу с другой стороны. Зачем мы разрабатываем приложение? Мы зарабатываем приложение для того, чтобы наш заказчик получил какие-то деньги. Будь то продуктовая компания, будь то аутсорс. Наш заказчик должен получить какие-то деньги. И мы для него пишем код. И чем дешевле для него это все получится и быстрее, тем больше все заработают. Поэтому приложение, технология, которая заставляет нас писать много кода, она нам не интересна, к сожалению. Ну и последнее. Это низкая связанность приложения. Так как у нас команда зачастую из нескольких разработчиков на фронтенде. Нам было важно позволить им параллельно работать друг от друга. Чтобы не было мучительно больно это все мерджить. Ну и, конечно, удобная тестируемость. Тесты это хорошо. Я не устаю об этом говорить. И о тестах мы поговорим больше. Итак, чего хотелось от технологии? Я подчеркну, что здесь чего ожидалось. А далее были такие необязательные поинты, на которые я смотрел во вторую очередь, но они не влияли на выбор технологии. Это высокая производительность, это совместимость со старыми браузерами, и это длинный жизненный цикл продукта. Собственно, с первым и вторым все хорошо. А, к сожалению, по длинному жизненному циклу продукта у меня уже есть нарекания. Потому как первое приложение я начинал писать на альфе ангуар первого, и от релиз кандидата, и уже, конечно, от релизного ангуара второго, оно отличается просто грандиозно. Команда ангуара объявила, что они будут выпускать новые мажорные версии фреймворка каждые полгода. То есть скоро будет ангуар 3, ангуар 4. Но, по идее, это уже не будет переписанной с нуляп фреймворк, как это было сейчас. Дальше. Я хочу начать с, наверное, одного из наиболее важных поинтов, который, собственно, вписывается в эти требования и помогает их получить. Это веб-компоненты. Я думаю, вы знаете, во всяком случае, слышали про веб-компоненты. Они, это спецификация, она имплементит 4 других спецификации. Это Shadow DOM, это Teamplates, это импорты и Custom Elements. Есть одна технология, которая в свое время очень сильно была единственной, можно сказать, решением для имплементации веб-компонентов. Это полимер. Кто из вас пишет на полимере? Кто использует полимер в своих проектах? Никого. Поэтому я тоже думал, что это вот так вот. Но на самом деле нет. И благодаря Angular 2 у нас появилась возможность оборачивать полимер-компоненты в Angular-компоненты и использовать их. Это очень нам помогло, когда мы столкнулись с даже эти банальные задачи. Нам надо было нормальный дейтпикер. Вот просто взять и подключить дейтпикер. И да, в 2016 году это большая проблема, потому как дейтпикеров мало. Какой-то дейтпикер работает со старыми версиями Angular 2, и он не работает с новыми. Какой-то работает с новыми, но ничего не умеет. Какой-то не умеет стайлиться. И нам пришел на помощь один полимер-дейтпикер. Нас больше интересует Shadow DOM, который позволяет нам изолировать компоненты друг от друга максимально, насколько это возможно. И тем самым позволить разработчикам параллельно работать над продуктом. Начну с больного. Shadow DOM поддерживается в WebKit подобных браузерах. То есть это Chrome со своим линком, это Opera, Safari, ну и мобильный Android браузер и iOS Safari. Вернусь к этому, скажу, что, как вы видите, что даже в Edge поддержки Shadow DOM нет. В Firefox поддержки Shadow DOM нет. И когда она будет, нам пока не ясно. Shadow DOM позволяет нам имплементить независимые друг от друга модули. Представим банальную структуру. Практически каждого приложения у нас есть. Какой-то HTML. У нас есть там сайт бар, контент. И они содержат себе какие-то блоки. Переведем их в более подобную сущность. Это будет что-то типа такого. Представим, что каждый блок — это компонент. Это будет у нас Angular компонент. И, грубо говоря, как мы можем использовать Shadow DOM уже сегодня. У нас есть, как вы можете видеть, атрибут у каждого элемента. Вот. Вот этот вот атрибут у нас есть. И когда компилятся наши стили, мы можем обратиться непосредственно к этому атрибуту. И в итоге мы для каждого элемента получаем стили, необходимые только для этого элемента. При этом всем мы избавляемся от необходимости пихать эти стили в онлайн. Раз я уже заговорил за компоненты, одно из новшеств Angular 2, которое почему-то многих пугает, — это компоненты. На самом деле, компоненты по своей структуре, по своему поведению и по роли, которые они выполняют, они очень похожи на контроллер Angular. Только представим себе, что сейчас все — компонент. Грубо говоря, если у нас мы хотим использовать какую-то логику, расшарить ее на несколько компонентов, грубо говоря, тот же DatePicker, это просто shared компонент. Стандартная структура считается следующая. То есть у нас есть сам компонент, у нас есть тесты для этого компонента, у нас есть стили для данного компонента, template и модуль. Что такое вообще модуль? Модуль на самом деле — это эдакий order компонента, который описывает зависимости, помогает нам сделать dependency injection. Также в модуле можно использовать какой-нибудь сервис, использовать его как провайдер. Роль провайдеров во втором Angular тоже несколько изменилась, в отличие от первого. Грубо говоря, у нас есть просто сервис. Все. Нет никаких других типов сервиса. Вот тебе сервис, чувак, пользуйся этим сервисом. Если ты хочешь, чтобы это был Singleton, его надо объявить на самом высоком уровне компонентов, как провайдер. В итоге он будет доступен как Singleton во всех других компонентах вашего приложения. Если вы хотите использовать отдельные инстансы в разных компонентах, просто добавляем его как провайдеры для каждого отдельно взятого компонента. Что еще умеет ShadowDom? ShadowDom нам предоставляет дополнительные CSS-селекторы, которые нам позволяют стайлить дочерние компоненты, дочерние элементы. Грубо говоря, то, что вы видите, я советую на него посмотреть и забыть навсегда, потому что это антипаттерн на самом деле. Из спецификации браузеров эта штука постепенно уходит. Она полностью поддерживается сейчас в транспайлере. Но, в общем, единственное ее нормальное применение, которое может быть, это застайлить какую-то библиотечку, которую мы не хотим модифицировать, которую мы не хотим форкать, как было поначалу с другой версией DeadPicker. К сожалению, нам пришлось ее перебивать в стиле с помощью вот такой вот вещи. И это, к сожалению, очень плохо. Этим всем можно управлять. Когда-нибудь наступит завтрашний день, когда-нибудь Shadow DOM появится во всех остальных браузерах, и мы избавимся от необходимости делать вот такую вот штучку. Собственно, View Encapsulation — это компонент, который нам позволяет задекларировать, какой тип Shadow DOM мы хотим использовать. То, что я вам показывал, это эмулированная реализация Shadow DOM. Собственно, это View Encapsulation Emulated. Мы можем не использовать Shadow DOM вообще. То есть, грубо говоря, у вас есть какое-то приложение на Angular 1, вы хотите с минимальными потерями его перенести на Angular 2, вы можете использовать View Encapsulation None. Если вы хотите использовать нативную имплементацию, просто включайте нативный режим. Раз я уже заговорил о компонентах, компоненты декларируются у нас следующим образом. У нас появились декораторы. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас сталкивался с декораторами. Не, ну это определенно лучше, чем с полимером. Это хорошо. В общем, с помощью декораторов мы можем декларировать инфраструктурные вещи, вроде тех же самых темплейтов, стилей. Мы можем декларировать input-output, мы можем декларировать различные события. Это очень удобно. Тем, что позволяет сократить количество инфраструктурного кода и позволит нам сфокусироваться на бизнес-логике. Собственно, это невероятно удобно, и это одна из причин, почему я выбрал именно Angular 2. Как вы можете видеть, у нас компонент имплементирует определенные интерфейсы. Это TypeScript. О TypeScript я сейчас буду говорить. Чем мне нравится эта фотография? А тем, что это рай перфекционизма. Кто-то в сельпо сложил вот так вот полотенце и сделал мне настроение на весь день. Это натолкнуло меня на мысль, что я хочу, чтобы мое приложение выглядело так же. Я хочу, чтобы все было по полочкам, все было предсказуемо, все было понятно. А в идеале, чтобы каждое приложение на технологии, которое я беру в разработку, куда я прихожу, если оно уже было начато до меня, или мы начинаем писать его снова, чтобы они все были предельно похожи. Чтобы время на подключение в проект было максимально коротким, чтобы можно было избежать необходимости писать велосипеды. Поэтому тут нам на помощь приходят два инструмента. TypeScript и Angular CLI, Command Line Interface. Начну я с Angular CLI. Начну с того, что это официальный инструмент. Он поддерживает Angular Core Team. И он позволяет нам генерировать код. Он позволяет нам вести наш проект стандартизацию и подавление индивидуальности разработчикам. Коллега недавно на кухне мне говорил, что это тоталитаризм разработки. Вот я считаю, что здесь он как нигде в другом месте уместен, потому что код разных разработчиков, он начинает выглядеть плюс-минус одинаково. Поначалу кому-то может не нравится, но в итоге все довольны. Дальше это экономия времени и денег на рутине, потому как мы генерируем все инфраструктурные штуки, какие нам так и надо написать. И вуаля, мы сокращаем время разработки. Дальше это очень важный пункт для меня. Это конфигурирует вебпак вместо тебя. Потому что настройка вебпака это на самом деле искусство, с моей точки зрения. И на самом деле, если вы погуглите, на гитхабе есть один чувак, который себе поставил в должности сеньор вебпак конфигуратор. Ну и да, и AngularClick подразумевает написание юнит-тестов. И если чувак ленивый настолько, что не хочет писать тесты, наверняка он будет ленивый настолько, чтобы не отключить фичу, которая генерирует из-за него юнит-тесты. В итоге, рано или поздно, надеюсь, он напишет юнит-тесты. Что он умеет? AngularClick позволяет нам соскафолдить проект. Грубо говоря, у нас нет необходимости искать какие-либо бойлер-плейты, выбирать между двумя бойлер-плейтами, задавать себе вопрос, оу, в этом бойлер-плейте используется галпа в другом вебпак, но зато используется какая-то библиотечка, которая не в другом бойлер-плейте. Далее. AngularClick позволяет нам генерировать компоненты и сервисы. Генерирует он не просто файлики, генерирует он полностью структуру, генерирует он само описание класса, он позволяет нам указать, какой класс мы хотим получить, он позволяет нам сгенерировать определенный компонент с набором вайф-цикл хуков. Грубо говоря, если мы хотим сгенерировать компонент, который будет и нититься, иметь сразу в себе какой-то деструктор, мы можем легко сделать с помощью командной строки. Это сокращает время и деньги. Дальше. Генерация инфраструктуры. Это сборка и тесты. Как я сказал, AngularClick позволяет сразу сконфигурировать вебпак. Помимо того, он конфигурирует следу для запуска тестов. С генерацией каждого компонента он генерирует пустой тест для каждого этого компонента, который проверяет, что этот компонент существует. Тем самым у нас отпадает необходимо что-либо конфигурировать. От установки проекта до начала работы над этим проектом на самом деле 5 минут. Единственное, что уходит время за эти 5 минут, это оформление конфигов под себя. Да, и к тому же по поводу конфигов, из коробки AngularClick поддерживает различные окружения. Из коробки у нас есть Dev, Staging и Production окружения, которые позволяют нам описать разные конфиги для всех них и сразу это дело грамотно деплоить. Ну и у нас есть синтаксический анализ кода. Грубо говоря, мы можем запустить AngularClick. Он нам запустит test-lint, который, кстати, он тоже сразу конфигурирует, и расскажет, что мы вообще не правы. Также есть функция форматирования кода. Я специально выделил его серой, потому что она не работает. Ну и еще, что вам нужно знать про AngularClick, это то, что до недавнего времени при запуске AngularClick он описал мне вот такие вот вещи. Ну, первым был AngularClick. Дальше подробность. В общем, AngularClick собирает в пак. Какие фичи он имплементит, расскажет Александр после меня, поэтому я специально убрал информацию с этого слайда. Кто-нибудь знает, кто вот этот вот дядя? Почти. Да. Помимо того, что чувак родился в Дании, он также известен тем, что он занимался разработкой таких языков. Ну, не языков, в данном случае компилятора, а для Turbo Pascal, Delphi. Он участвовал в разработке языка C-Sharp и он участвовал в разработке TypeScript. Его влияние на язык очень сильно заметно, особенно, когда есть какая-то ошибка связанная с типизацией. Начинаешь ее гуглить, и ты видишь кучу статей про .NET вместо TypeScript. Собственно, вас подвел к тому, что мы сейчас будем говорить про TypeScript. TypeScript сам по себе — это не только язык. Это определенная инфраструктура, которую он предоставляет. TypeScript позиционируется как обвес поверх существующего JavaScript. То есть, грубо говоря, никто не заставляет вас учить дополнительный синтаксис, переходить с JavaScript на TypeScript. Он обратно совместим. И приложение, которое написано на JavaScript, оно будет работать, соберется TypeScript. Но TypeScript предоставляет нам дополнительный синтаксис и дополнительные возможности, такие как система контроля типов. Мы можем валидировать типы... Можем валидировать типы аргументов функций, мы можем валидировать значения свойства классов, мы можем валидировать возвращаемые значения. И у нас очень много доступных типов. Более того, TypeScript позволяет нам описывать свои типы самостоятельно. TypeScript реализовывает интерфейсы. Интерфейсы позволяют нам реализовать тот самый тоталитаризм, о котором я говорил раньше, описать какое-то желаемое поведение и инфраструктуру нашего класса и обязать всех последующих разработчиков придерживаться данных правил. Интерфейсы также в NGuard 2 реализуют, описывают, как должны выглядеть наши компоненты для того, чтобы реализовывать различные lifecycle-хуки, такие как init, onChange, doCheck, onDestroy и так далее. TypeScript поддерживает миксины. Они позволяют нам взять один кусок кода, влепить его в другой кусок кода. Насколько это целесообразно, это вопрос философский, поэтому я решил оставить миксины за пределами этого доклада, так как я вам обещал быть объективным. Пространство имен. Не так давно в TypeScript появились пространства имен. Это namespaces, и, грубо говоря, это все дело в rapid, ваш код в объект, поэтому я решил тоже оставить это как философский point. По поводу типизации. Я сказал, что есть типизации. Вот вы можете видеть, я опять написал про интерфейсы. Дело в том, что мы можем описать интерфейс какого-то объекта. И мы можем указать его как тип. Например, аргумента функции. И мы не сможем передать функцию что-либо отличающееся от данного интерфейса. Далее, ну, как я сказал, проверяет аргументы функции, проверяет свойства, возвращаемое значение функций. И также enum. Простите, пожалуйста. Enum позволяет, на самом деле, транспайлиться также в объект. Позволяет нам упростить работу с какими-то большими объемами, массивами constant. По поводу типов данных, это все иногда превращается в игру, которая, я подкрепил картинкой настольной игры, подходит, не подходит. Грубо говоря, есть какой-то тип. У нас есть observable. Значит, мы должны задекларировать, что это у нас observable. То есть, вот эта штука, она не сработает, на самом деле, потому что мы должны написать, что у нее observable, двоеточие, observable, correlations, массив. А если у нас будет массив каких-то других моделей, мы еще должны уточнить, что это массив таких моделей. И к этому надо привыкать, на самом деле. Но он того стоит. Далее. Я начал говорить о декораторах. Собственно, что такое декораторы? Это функциональность, которая сейчас в драфте. Это спецификация, которую пытались протолкнуть в ECMAScript 7. 2016, я имею в виду. К слову, ECMAScript 2016 уже полностью поддерживается в хроме. Все две фичи. Вот. И декораторы, непонятно, когда они на самом деле появятся. Но они полностью поддерживаются в TypeScript. И они являются одной из основ синтаксиса NGuard 2. Что такое декораторы? Я решил объяснить по кругботам, потому как выглядит это красиво. Но, возможно, будет интересно, как это работает. Грубо говоря, у нас есть какой-то декоратор F. Как вы можете видеть, все декораторы, они имеют синтаксис, начинающийся с собачки. Данный декоратор принимает к себе какой-то аргумент. Есть также декоратор G, который не принимает в себя никакого аргумента. И все это должно каким-то образом отразиться на поведении нашего класса F. Если мы это делаем транспайлим в ECMAScript 6, мы можем увидеть следующее поведение даже в ECMAScript 5. То есть у нас есть переменная F. у нас есть самовызывающаяся функция. У нас есть тот же самый класс F. Вот он. И у нас есть банально описанный декоратор, который работает следующим образом. По поводу декораторов есть замечательная статья, которая описывает, как они работают. Грубо говоря, здесь собрано предложение для драфта по спецификации с примерами наглядными. Я очень рекомендую посмотреть, как это устроено под капотом. По поводу тайпингов. Как вы можете видеть, у нас есть Namespace D3. Зачем он вообще нужен и зачем нам нужны тайпинги. Я буду подробно останавливаться на дебаге нашего приложения. Но тайпинги позволяют нам сфокусироваться на том, с чем мы работаем, с какими библиотеками, описать для них интерфейсы и в дальнейшем проверять типы для методов, значений интерфейсов, того, что они возвращают, можем ли мы их использовать в нашем коде. и так далее. То есть, грубо говоря, тайпинг не представляет из себя ничто иное, как описание методов и свойств нашей библиотеки, которая была написана, не зная вообще про существование TypeScript, но которую мы хотим использовать в нашем приложении. Дальше я хочу поговорить о связывании. Все, кто работали с Angular 1, наверняка знают, что такое two-way data binding, и у нас осталось связывание. Оно похоже на таковой Angular 1, но изменился несколько синтаксис. Грубо говоря, у нас появилось связывание направленное вовнутрь, то есть, грубо говоря, это связывание с помощью скобочек, это связывание с помощью квадратных скобочек, и это связывание с помощью свойства bind target. Последнее не используется вообще нигде, оно и есть. На самом деле, оно абсолютно взаимосовместимо, взаимозаменимо перед последним свойствам. Верхнее используется для вывода значений в темплейтах. Также у нас осталось направленное связывание внаружу. Связывание внаружу, на самом деле, надо для того, чтобы подписаться на изменение нашего компонента. Грубо говоря, представим, у нас есть какой-то... Мы уже начали сегодня говорить про date picker, я бы на том же примере date picker рассказывать. Допустим, у нас есть компонент, и мы хотим подписаться на его изменение. Когда пользователь изменит дату, мы хотим получить это событие, мы хотим получить новую дату, и с помощью подписывания на событие, с помощью данного синтаксиса, мы можем подписаться на событие, будь то нативный, onclick, mouse move и так далее, то ли это какое-то событие, которое мы описали сами. В компоненте, который эмитит это событие, находится обычный ивент-эмиттер, ангуаровский ивент-эмиттер с небольшой горстью синтаксического сахара. Далее у нас есть тоже аналогичный синтаксис onTarget, он взаимоменяемый с предыдущим, и на практике не видел, чтобы он где-то использовался. Дальше, собственно, почему эта штука, почему он здесь бананов в коробке добавил. Данный синтаксис называется banana in the box официально. Называется он так в связи с тем, что квадратные скобочки похожи на коробку, внутренние круглые скобочки похожи на банан. Это легко запомнить, потому как данный тип связывания это двунаправленное связывание от data binding, о котором мы говорим. И также у нас есть альтернативно bind on target и наше выражение. То есть, по сути, второй вариант, он просто склеивает первое, второе, и получаем данный результат. Поведение слушателей и связывания отличается в NguR 2 от NguR 1. В общем, мы отказались от scope, у нас больше нет дайджеста, как такого. Теперь это все реализует зоны, о них я буду говорить, тоже чуть позже. Но, тем не менее, у нас осталась ситуация, когда что-то может измениться неожиданно извне, и мы это не можем уследить. Например, у нас есть какой-то объект, у этого объекта есть ключ, в значении этого ключа еще какой-то объект, у этого объекта есть еще какой-то ключ, в значении массива в массиве добавился один элемент. Чтобы узнать об этом всем, порой приходит... Да, это все случилось в компоненте, на который мы подписаны. Для того, чтобы это узнать, существует костыль, встроенный в NguR 2, который называется KeyValueDiffers. К сожалению, его приходится иногда использовать. Работает он следующим образом. Невероятно просто. У нас есть компонент Differs, это стандартный NguR 2, компонент. Мы создаем просто пустой Differs, и у нас есть цикл ng-do-check, который запускается каждый раз, когда у нас в системе что-то происходит. В реальной жизни в приложениях он запускается каждые 50 миллисекунд. Есть подозрение, что на самом деле он еще при стечении какого-то таймаунта, если ничего не происходит, он дополнительно лупит проверки, чтобы убедиться, что мы живы. Когда происходят какие-то изменения, мы в Differs запихиваем новое состояние модели, он проходит по каждому ключу, сравнивает все значения, и дальше мы можем выполнить уже какие-то изменения, если у нас что-то изменилось. Это полезно при работе с какими-то библиотечками, которые работают мимо Nguar, от которых мы не можем отказаться и с которыми нам надо жить. Дальше одна из важных возможностей Nguar 2, не конкретно его, но его в частности. Это ReactiveX, в JavaScript кругах известен более как RxJS. Это новый способ даже не сколько взаимодействия со синхронными действиями, сколько композиции нашего приложения. Скажите, вот сколько из вас людей пишут на React? Хорошо. Кто из вас знает, чем отличаются dump-компоненты от smart-компонентов? Ну, все. Замечательно. ReactiveX как раз нас подталкивает к использованию нового стиля композиции приложений, подобного тому, который желательно использовать в экосистеме React. То есть, грубо говоря, у нас есть какой-то компонент, который работает с синхронными действиями, с информацией. У нас есть какой-то глупый компонент, который просто эту информацию показывает. Зачем это нужно? Я покажу. Там есть схема. RxJS он вшит в стандартный сервис для работы с HTTP Angular 2. И, грубо говоря, когда мы пытаемся выполнить какой-то GET, ну, какой-то вообще запрос, какое-либо асинхронное действие, мы получаем Absurvable. С помощью FlatMap и SwitchMap мы можем указать инструкцию, как мы хотим работать с ответом нашего Absurvable, когда он придет. И у Absurvable есть замечательная штука кэш, которая позволяет избежать последующих вызовов, когда у нас есть несколько запросов. Также, к слову, Absurvable отлично работают с дебаунсингом. Есть встроенный дебаунсер в Absurvable. Это, на самом деле, очень удобно. Итак, вернемся к тому, как мы можем использовать RxJS в паре с Angular 2. И что мы с этого всего имеем. Он нам позволяет убрать логику из компонентов. Грубо говоря, если раньше у нас был Promise, допустим, и мы хотели из этого Promise выгребить какую-то информацию, разложить ее по полочкам, мол, вот в эту переменную пойдет то, вот в эту переменную пойдет то, а вот эту коллекцию мы положим в свою переменную. Теперь у нас есть просто Absurvable. Мы можем подписаться на Absurvable в TeamPlate. Грубо говоря, мы отправили запрос HTTP, положили этот запрос в переменную, в переменную с помощью Pipe Async мы можем вывести что угодно, даже если мы еще не получили информацию. То есть очень удобно. Минусы. Он вносит коррективы в композицию приложения, и это основная причина, почему я не рекомендую переносить существующее приложение Angular 1 на Angular 2. Есть инструмент для миграции, который, по моему скромному мнению, тоже не работает на самом деле. Мы пробовали. И далее это вносит коррективы в композиции приложения, так как вы не сможете нормально завязать Absurvable, вы не сможете нормально завязать Shadow DOM веб-компоненты и будете вынуждены использовать довольно странную архитектуру по меркам Angular 2. Далее минусом я считаю то, что Absurvable реализует метод To Promise. Я пришел на один проект Angular 2, где ребята просто подумали, нафиг нам эти Absurvable, давайте мы просто все в промисе перегоним и будем по старинке работать, как мы работали в Angular 1. В итоге получилось не очень хорошо и с этим тоже приходится жить. Собственно, о чем идет речь при композиции компонентов в Angular 2? Грубо говоря, представим, что у нас есть какой-то смарт-компонент, с помощью какого-то сервиса он взаимодействует с whatever. Нам не важно, что у нас происходит за пределами данного сервиса в данном примере. Есть какой-то умный компонент, который получает этот Absurvable, не выполняет даже с ним никаких действий, передает глупый компонент и глупый компонент его рисует. Почему это важно и почему это критически важно с Absurvable и почему это огромный камень, на который мы наступали? Представим, что у нас нет дамп-компонента и представим, что у нас есть тимплейт, который обращается к Absurvable и вызывает парам 1, парам 2 и парам 3. Грубо говоря, у нас произойдет три подписки на наш Absurvable и мы выполним три последовательных запроса для получения одного и того же, просто для того, чтобы показать три разных параметра. Выполняя, переходя к композиции SmartDamp компонент, мы передаем Absurver как Object Property через декоратор и пока мы не получим информацию с Absurvable, мы можем отображать что угодно и когда мы его получим, он тоже преобразуется в обычный объект. Но он будет слушаться сущностями Angular 2. Таким образом, с помощью просто изменения структуры компонентов мы сокращаем количество запросов нашего приложения. По поводу RxJS можно говорить очень долго. Есть замечательный доклад, который я не хочу пересказывать. Там сказано все за меня. на конференции ng-conf 2016 чувак по имени Rom Вормолт рассказывал о том, как работать с RxJS. В частности, он рассказывал о проблеме с композицией компонентов, он рассказывал о правильном применении FlatMap и SwitchMap. И также он подробно объяснил все плюшки, весь синтаксический сахар, которые также несут в серву в Angular 2. Очень рекомендую посмотреть это видео. Дальше. Zone.js. Он же ng-zone. Это, можно сказать, сердце Angular 2. Знакомство с Zone.js может начаться с того, что вы загуглите, что такое Zone.js, найдете вопрос чувака, который спросит, что такое Zone.js и что оно делает в ядре моего Angular 2. На самом деле Zone.js реализует многое. Во-первых, это также меняет архитектурно подход к реализации самого фреймворка. Представим, что все компоненты у нас изолированы в зонах. И когда мы выполняем какие-то синхронные действия, вдруг пользователь уходит со странички, а у нас происходит, продолжает происходить это синхронное действие. С помощью зон мы можем это отследить и это предотвратить. Грубо говоря, чувак отправляет запрос, уходит со страницы, зона умирает, умирает асинхронный запрос. Зоны позволяют с помощью манки патчинга слушать такие синхронные действия, как тайм-ауты, анимации без нашего участия. Грубо говоря, если у нас что-то изменить в первом Angular с помощью тайм-аута, потом нам необходимо вручную выполнить склоп apply. Здесь этого нет. Дальше. он реализует для нас тети-чокинг, он позволяет нам прекратить все синхронные действия при уничтожении компонента. Я заговорил об анимациях. Я не буду долго на них останавливаться, потому что есть тоже замечательное видео с той же конференции. советую тоже посмотреть, но я расскажу, что в Angular 2 используется WebAnimations API, который позволяет нам решить две проблемы. Первая проблема — это узнать, когда анимация началась, когда она закончилась. Второе — управлять анимацией без прямого вмешательства в дом как таковой. И третье — это декларативный способ описания анимаций. Причем он поддерживает стейты. Грубо говоря, у нас есть объект, который может менять состояние по нажатию на него. И с помощью декларированных анимаций мы можем это описать как просто параметр нашего объекта, компонента в Angular 2. Это очень удобно, особенно для реализации таких штук, как выпадающие менюшки, для боковых меню и так далее. Просто незаменимо, очень удобно. И перед тем, как начинать разработать приложение на Angular 2, я советую посмотреть это видео, чтобы не столкнуться с тем, что у вас уже есть анимация, написанная традиционным способом. И они теперь не работают. И да, это дело полифилиться. Есть полифил от Google, который имплементит данную функциональность, если не ошибаюсь, в E10, Safari. Дальше, Angular 2 Forms. Тоже здесь просто видео. Я не буду останавливаться на нем, я не скажу, что он лучше или хуже, чем в других премворках. Постараюсь быть объективен. Совместимость. Все это дело частично транспайлиться в ES5. По умолчанию. То есть мы собрали проект с помощью AngularCli, и что-то транспайлилось в ES5, но это сразу не заработает. Поэтому AngularCli генерирует полифил с браузер TS файлик, где подгружает ни много, ни мало 20 полифилов, для того, чтобы все, что не транспайлило в ES5, оно работало. И это не работает в ES вообще любом, в том числе Edge. и так же это не работает в Safari. Это требует от нас дополнительного действия с подключением отдельного полифила Intel. Дело в том, что есть пайп для работы с числами и датами. Этот пайп использует API-шку Intel. И по умолчанию разработчики AngularCli отказываются эту библиотечку подключать в проект. Поэтому очень рекомендую сразу это сделать, потому как можно внезапно узнать, что приложение работает только в нормальных браузерах. Теперь я хочу сказать несколько слов об отладке Angular 2 приложений. Отладка прекрасна. Во-первых, у нас есть платформа для тестирования. Есть компонент Angular Core Testing, который содержит в себе все для нас необходимое. Это Jasmine, это Karma для того, чтобы запускать эти тесты. Также он из коробки поддерживает end-to-end тесты. Для этого он ставит протрактор. И опять же, подчеркну, грубо говоря, мы развернули проект, у нас есть вся инструктура для тестов. Бери, пиши. Дальше. Есть инструмент Auguri. Я думаю, многие из вас знают про такой инструмент, как Angular Batarang. Вот. Это аналогичная вещь для Angular 2. Да, он позволяет, ну, во-первых, да, это официальный инструмент от команды Angular. Он не требует от нас никаких телодвижений. То есть нам не надо ставить никакие компоненты для того, чтобы на лету модифицировать свойства объектов. И он отлично работает с собранными приложениями. Это работает следующим образом. Есть такая анимашка. то есть, грубо говоря, мы можем управлять свойствами нашего объекта прямо из Auguri. Вот, допустим, сейчас на примере можно изменить свойства и сработают все байдинги, которые были у этого объекта сразу завязаны. Они позволяют с помощью Auguri можно триггерить любые события этих объектов. С помощью Auguri можно строить вот такое вот дерево зависимости. И я считаю, что дерево зависимости это на самом деле хорошо, потому как если дерево красивое, ну это значит, что архитектура у вас норма. если у вас дерево похоже на клубок, то надо задуматься. Дальше. Я не хотел включать этот слайд до последнего, пока я так и не попробовал. Многие мои знакомые перешли на Visual Studio Code и перешли именно благодаря работе с Angular 2. В частности, Visual Studio Code позволяет отслеживать вот все типы, какие мы описываем с помощью TypeScript, получать уведомления не на этапе компиляции, о том, что ты используешь неправильный тип или твой интерфейс не заимплеменчен правильно. Он будет говорить об этом в браузере. Он бросает ошибки в браузере, он дает умные подсказки, например, Палин, ты можешь использовать здесь только массив. Здесь должна быть только строка и никак иначе. Это очень удобно, потому как сокращает время на дебаг. Это очень удобно, потому что позволяет синхронизировать опять же, ваши действия как разработчиков внутри команды. Я в восторге. На самом деле, модули для реализации подсказок для тайпскрипта сейчас уже есть глючные, но есть для особой мтекста. Насколько я знаю, сейчас также глючно поддерживают продукты JetBrains, WebStorm и PHPStorm. Ну и также в Visual Studio есть встроенный транспайлер. Я не знаю, зачем, но он есть. И его хвалят. Дальше. Я постарался субъективные моменты вынести всего в 3-поинты, которые я прокомментирую. Есть компоненты, у нас есть один тип компонентов. То есть все. У нас есть директивы, есть только один тип директив. И у нас есть сервисы, только один тип сервисов. С моей точки зрения, это позволяет быстрее выучить технологию и делает фреймворк гораздо проще. Потому как это просто и удобно. Я подчеркнул субъективно. Я бы сделал это последним слайдом, но нет. У нас есть пару минут, поэтому мы пойдем дальше. Есть такая штука, как Angular Universal. Это инструмент, который позволяет рендерить странички на бэкэнде. Он тоже официальный инструмент от команды Angular 2. Он позволяет делать рендер и пререндер. Грубо говоря, мы можем срендерить все в кучу HTML, положить на CDN, в случае, если Frontend не работает, загрузить эти HTML. Можем сделать активный сервер, который будет как-то взаимодействовать с данными запросов. У него крутая документация, это круче, чем все остальное. Есть такая штука, как Native Script. Native Script позиционирует себя как убийцу React Native. Он позволяет делать абсолютно то же самое. Предоставляет сет компонентов, которые мы можем использовать для того, чтобы отрисовать нативные элементы на мобильных устройствах и в iOS в десктопных приложениях. Так, далее. Есть такой инструмент, который называется Angular React Native Renderer. Вот. Пожалуй, на бабки я закончу. Спасибо. Он реально существует, вы можете скачать. Он даже работает. Есть вопросы, ребят? Есть вопросы, отлично. Добрый день. Вопрос номер один. Angular 2 это все-таки набор библиотека JavaScript, или же там есть некая встроенная таблица стилей CSS? И второй вопрос, что такое Transporder? Дэвид. Окей. Хорошо. Angular 2 подразумевает написание приложений на TypeScript. Грубо говоря, это не настоящий язык программирования. Это язык программирования, который преобразовывается в JavaScript в процессе компиляции. И JavaScript уже выполняется у нас в нашем приложении в браузере. По поводу стилей. Мы можем писать... Встроенных стилей в Angular 2 нет. И мы можем писать стили также по-разному. У нас никто не ограничивает в использовании order'ов как для обычного CSS. Также мы можем использовать SCSS, PostCSS, SAS, LES, что угодно. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Еще вопросы? А, Transpaller. Да, Transpaller — это та вещь, которая позволяет преобразовать TypeScript код в JavaScript код. Ну, не только TypeScript, а есть Transpaller для компиляции ECMAScript 6, есть Transpaller для компиляции JSX и CoffeeScript и других языков, которые напрямую не поддерживаются браузером. Я понял. В плане самой разработки, для того, чтобы передавать данные между компонентами, совершенно не связанными для другого, мы храним данные в сервисах. Есть сервисы, которые выполняют роль какого-то общего стора, где хранятся информации, которые, в принципе, вообще-вообще. Но такой информации, на самом деле, очень мало. В основном, все завязано на каких-то конкретных компонентах. И если информацию не жалко потерять при уходе со страниц, мы храним ее в компонентах. Если информация должна быть доступна после закрытия компонента и возвращения обратно, тогда мы используем сервисы глобальные для этих дел. Сам тестов не делал. Могу сказать, что тестов вообще вон эти много. И работает это все дело быстрее. Быстрее, чем первое, да, но медленнее, чем, возьмем, грубо говоря, голый NGuard 2 и голый React, то голый React будет быстрее. Для чисто от эксперимента не просто голый React, например, React и Redux, чтобы, грубо говоря, архитектура, архитектура. Быстрее рендеринга, быстрее рендеринг, быстрее инициализация, потому как, на самом деле, NGuard 2 имплементит очень высокий уровень абстракции, на самом деле. Ну, допустим, там даже та же самая работа с событиями и так далее. Да. А скажи, пожалуйста, про шаблонизаторы. И вообще, насколько они умны и насколько принято выносить логику в сам шаблонизатор. Окей, логика во вьюшках зло, шаблонизатор в NGuard 2 встроенный, и он невероятно крутой, как минимум тем, что он поддерживает Elvis-оператор. Да. На самом деле, в JavaScript очень не хватает Elvis-оператора. и в JavaScript, к сожалению, тоже. Да? Сейчас. Это... Хорошо. Вопрос был в том, как происходит сборка фронт-энда, как превратить кучу JavaScript-файлов, структурированных, в том числе зависимости Node.js, в один бандл. Для всего этого используется Webpack. Webpack подтягивает все зависимости. Webpack, по идее, должен делать три-шейкинг в ближайшем будущем, но он сейчас не работает, к сожалению. Не в Webpack, а именно в сборке, комплектации Angular.ly. И самое замечательное, что Angular.ly конфигурирует это все вместо разработчика. То есть, пока я не начал детально интересоваться, как это все работает под капотом, я написал проект, и я вообще не думал о том, как оно должно билдиться и как оно работает. То есть, из коробки есть команда в package.json, которая позволяет выполнить сборку для прода, сборку для стейджинга, сборку для прода, live-разработка, и это все из коробки. Да? По поводу калота? Насчет JIT-а точно нет. Вот. Насчет калота слышал звон, но не знаю, где он. Я не подскажу по поводу React Native, потому как я его пинал палочкой издалека, о, React Native, прошу прощения, Native скрипт, и сказать по поводу того, как это оптимизируется на мобильных устройствах, я не могу. Но учитывая качество того, как заимплеменчены некоторые другие компоненты, я предположу, что, наверное, оптимизация там не сильно хорошо под мобильное приложение. Плюс, Native скрипт это неофициальный продукт Angular 2. Команда, я имею в виду. Саша, вот сейчас существует очень много проектов, у которых очень тяжелая логика, они огромные, они написаны на первом Angular. Как ты считаешь, долго ли он еще будет поддерживаться в проектах, в которых все очень сложно и тяжело перепилить на второе Angular, или же все-таки спустя полгода, год уже начнут все это массивно удалять и переделать под второе Angular? Я считаю, что если оно работает, его можно поддерживать, то не надо заниматься фанатизмом и переписывать на другую технологию, потому что она модная. Но есть как бы желание как разработчика, в душе хочется, чтобы оно все было красиво, оно было современно и так далее, но порой с точки сделания бизнеса это может быть нецелесообразно. Я бы не переписывал приложение с Angular 1 на Angular 2 просто потому, что он вышел. Когда настанет время переписывать, тогда, я думаю, этот вопрос уже не будет стоять острым. Давайте по очереди. Саша, а кроме проблем с дидпикером, ты компоненты какие-то использовал? То есть сторонние, какие были проблемы, чего ты не нашел? Возможно, то есть есть какие-то? Не хватает библиотек для UI-компонентов для таких, как таковых. Как материал, да? Если ты имеешь в виду такую библиотечку как материал UI для React, то лучше пусть ее не будет, чем она будет такая, как на React. Вообще, да, не хватает библиотечек, именно которые реализуют логику, то есть, грубо говоря, там спойлеры, карусельки, слайдеры и так далее. Это все приходится писать самостоятельно и хорошо, когда это все описывается просто, когда тебе не надо никак взаимодействовать с домом. А такие вещи, как дидпикер, которые там надо как-то отобразить, еще отпозиционировать его надо потом. Зачастую приходится делать его position fixed и так далее. Нам пришлось в итоге один дидпикер так и вообще форкнуть, к сожалению. Но есть какой-то стандартный набор для модальных окон, для каких-то там ошибочек? я знаю, что она стабильна, но она довольно скудна тоже в плане функциональности. Но она подходит под старт ангул. Да. Есть, кстати, библиотека, чуть не забыл сказать, называется ng2 bootstrap. Она реализует bootstrap-овские скрипты, многие, в том числе и модальные окна, и тот же самый дидпикер, но он невероятно убогий. Я не видел такого убогого дидпикера нигде. Ну то есть по наличию вот этих всех компонентов, насколько можно сейчас начинать приложение на втором ангуляре в плане того, чтобы не пришлось реализовывать те компоненты, которые как бы уже есть, допустим, ну в первом, например. Я понял. На самом деле не так много времени, плюс я рассказывал, что можно заимствовать компоненты с полимера. Компонентов на полимере на самом деле больше, чем я ожидал. Я высказывал предположение, что я раньше ожидал, что он умер. Он на самом деле даже жив, и под него даже писали. То есть можно взять какой-нибудь компонент для полимера, рапнуть его и спокойно использовать. Это работает стабильно. Ну и плюс на самом деле компонентов стандартных не так много, чтобы делать из этого проблему. Не узал. Для автокомплитов, кстати, есть еще какая-то библиотечка, но не скажу. Очень много хороших библиотек, но они разразнены. То есть, грубо говоря, библиотека чисто для автокомплита, библиотека чисто для анимации на кнопочках, библиотека еще для чего-то. Я не считаю, что это плохо, но это требует дополнительных эфортов на то, чтобы всех найти и каждую из них заимплементить. И у каждого еще какой-то свой собственный характер. И они могут не дружить вместе. спасибо за доклад. У меня такой вопросик по поводу скорости рендеринга и сравнения реактора, с какой скоростью он работает. и то, что один тренинг как-то делал такой тест, сравнивая, сколько перерендеринга происходит в может выдержать React и Angular второй. То, что React делает 36 рендеринга в секунду, Angular второй что-то в районе 30, но есть такая штука как worker рендерер в Angular втором, который позволяет его разогнать до 80 рендер в секунду. Мне на самом деле чаще там раза в секунду не надо, зачем мне 80 рендеринга. это просто о том о скорости рендеринга, то есть о том, что есть такие в платформах, у них есть worker рендер, который как раз позволяет отлично работать со скоростью. На самом деле это довольно-таки редкий кейс, когда надо рендерить страницу так часто. Поэтому я не ресерчу в этом направлении для меня скорость рендеринга самого фреймворка, имею ввиду скорость рендеринга бьюшек для меня не была совершенно критичным фактором, это была хотелка. И в принципе если он работает быстрее первого Angular, который меня в плане производительности тоже в принципе устраивал, для меня это уже бенефит. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие-нибудь ресурсы, книги, тренинги, как можно изучить больше Angular 2, потому что барьер очень сложный, сложно понять эту информацию. Я бы посоветовал абстрагироваться от первого Angular, представить, что это совсем другой фреймворк и посмотреть для начала в принципе все доклады с ng-Europe 2016. Там были очень годные доклады и большинство из них были сделаны корр-разработчиками Angular Team. Angular 2 довольно неплохая документация, то есть на Angular ее можно посчитать доки. В интернете полно статей на самом деле уже по Angular 2, поэтому я бы начал конкретно именно с видео с конференцией, потому как они раскрывают основные идеи, можно сказать, чтобы не набивать потом шишки, не ходить по граблям и не делать неправильно. В частности, именно советую посмотреть видео, которое я показывал раньше про Observables и RxJS, а также посмотреть про поведение зон JS и что это такое. очень часто получается, когда разработчики работают на первом Angular 2, популярный говорят, когда они переходят на второй, и я, возможно, пропустил, а возможно, было про роутеры. Есть UI роутер для Angular 2, есть нативный роутер в Angular 2. Можешь что-то сказать о нем? Каким ты пользовался? я пользуюсь нативным роутером и у меня не было вообще никаких с ним проблем. Я роутере могу сказать только то, что он работает, прекрасно работает, все. То есть мне не приходилось с ним сталкиваться как-то серьезно, я декорировал свои роутеры, они работали, я считаю, что это хорошо, что он так работает. Такой есть вопрос, насколько все было плохо с ИЕ, что помимо полифила упомянутого нужно было сделать, чтобы оно там завелось? В Safari то же самое, оно просто не стартовало. То есть грузится приложение, грузится часть стилей, которые если они есть подгружены в index.html все и приложение падает в рот. на самом деле все просто из одного пайпа, который используется в коде и он падает из-за того, что они знают, что такое Intel. Скажите, пожалуйста, еще немного про минимизацию в Angular. Допустим, у нас есть какое-то приложение, мы его сминимизировали, но приложение растет и все-таки когда мы минимизируем, у нас тоже растет приложение. Возможно ли какая-то ленивая загрузка или собирать бандлы в каком-то определенном порядке или как это вообще сделать и реализовать? Во-первых, есть сейчас веб-паке, про нее расскажет Александр после меня. Во-вторых, был очень крутой инструмент в Angular 2, которого сейчас нет. Раньше Angular 2 билдился с помощью System.js до того, как пришел веб-пак. И на самом деле появление веб-пака в экосистеме Angular 2 в Kli сборке для меня было как внезапный ребенок. Ну и к тому, что на самом деле это очень многое изменило и раньше можно было подгружать скрипты по ленивому. То есть грубо говоря были бандлы для разных страниц минифицированы. При переходе на другую страницу у нас подгружался еще один бандл и тогда это было оправдано. В плане размеров бандлов да, все плохо. Тоже Александр будет рассказывать после меня про размеры бандл Angular 2 чистого. Чистый Angular если его собрать и минифицировать весит 700 килобайт если не минифицировать и с половиной метра. Это просто приложение Hello World без каких-либо дополнительных зависимостей с моей стороны. То есть я просто делаю один компонент в нем вывожу просто вьюшка которая рисует один абзац Hello World. который я сейчас написал но сейчас он весит у нас 1,9 метра минифицированно. Про Angular Universal вы с ним сталкивались и как он в принципе работает можете подсказать я только читал поэтому и вынес его в конец после спасибо. Еще на один вопрос. Саш скажите пожалуйста вы используете какую-то предзагрузку данных то есть когда сервер изначально дает какую-то информацию в виде JSON строки чтобы можно было потом не отправляя запросы и сразу их подгрузить какие-то сервисы. Мы не используем на ресерче этот вопрос есть такая штука как Angular Mobile которая позволяет работать с манифестами. Как бы вы посоветовали эти данные забирать не обращаться к Windows не записывать в глобальные какие-то переменные есть какие-то рецепты? Рецептов нет. Спасибо. А такой вопрос вот если у нас смарт и дамп компоненты если внутри смарт компонента окажется еще одна смарт компонента как решается этот вопрос? Она будет работать. вопрос смарт и дамп компонентов он здесь актуален именно с точки зрения того, чтобы скомпонировать RxJS для того, чтобы послать только один запрос вместо кучки запросов. Так получается каждый смарт компонент отправит свой в итоге, да? Если внутри смарт компонента мы обратимся к обои стимплейта к разным его параметрам несколько раз мы отправим несколько запросов. я предлагаю останавливаться Саша никуда не убегает поэтому можно будет ему задать вопросы давайте еще раз поаплодируем Саше Саша спасибо большое что подготовился и поделился своим впечатлением и опытом всего этого действия вот коллеги я хотела бы напомнить вам по поводу анкета обратной связи нам очень важно ваше мнение и для ребят тоже важно понимать насколько было интересно неинтересно что возможно было лучше усовершенствовать да? что добавить пожалуйста пишите это в комментариях вот я предлагаю сейчас сделать буквально трех-пятиминутный перерыв для того чтобы переключиться немного отдохнуть и мы продолжим проговорим как раз про вебпак и про ролап в общем-то будет много чего еще интересного не расходитесь по-русски Да, предлагаю начинать. Наши ряды немного уменьшились, но я думаю, кому интересно, тот остался. Хочу я представить прекрасного человека, отличного специалиста компании DataArt, от синера JS-разработчика Саши Ткаленко. Пожалуйста, Саш, тебе слово. Спасибо. Всем привет. Меня уже представили, поэтому нет нужды рассказывать, кто я. Добавлю только то, что я работаю в основном с JavaScript, почти только с JavaScript у нас. И сегодня мы будем говорить о тулзах. То есть если первый доклад Саши был больше высокоуровневый, высокоабстрактный, о фреймворках современных, то мы больше поговорим о инструментах, которые обслуживают в том числе эти фреймворки. То есть мы как бы так чуть-чуть под капот заглянем одним глазком. Будем говорить о вебпаке, о вебпаке 2 непосредственно, о rollup и поговорим о том, что такое тришейкинг и как нам непосредственно потрясти дерево. В общем, начнем мы с самого начала, то есть кратко пробежимся по истории всех веб-приложений. То есть когда-то давным-давно, в самом начале, когда только веб оформлялся, у нас в принципе наши все веб-приложения были достаточно простыми. Это была мультипейдж архитектура, то есть у нас были разные страницы, которые как-то там возвращались нам с сервера. Они были обвязаны минимумом логики на JavaScript. То есть это там показать какую-то выпадалочку, подкрасить кнопочку, пустить снежинки по веб-странице. В общем, стандартный набор JavaScript в те времена. Ну и, соответственно, это не требовало никаких модулей. То есть их либо не было, либо это была абсолютно наивная абстракция. Кстати, слово написано правильно, мы проверяли вчера. Это была абсолютно простая абстракция, абсолютно простая имплементация. Точнее, это самовызывающаяся функция, которая у себя там где-то в скопе хранила какие-то данные модуля. Время шло. Приложения росли, изменялись. Появилась single page application архитектура. То есть когда у нас браузер, сервер возвращает только одну страницу, индекс, и дальше вступает в дело клиентский JavaScript. То есть он все рисует, все рендерит, ответственен за роутинг и так далее. Соответственно, рос объем скриптов, которые были в браузере, которые передавались с сервера. И стала необходимость каким-то образом уменьшать этот размер, то есть оптимизировать как-то. Ну и в лоб это все было решено просто достаточно. Минификация и зиппинг. Соответственно, с ростом сложности приложений появилась необходимость в более сложных модулях. Появились AMD, Asynchronous Model Definition, то есть это для браузера, асинхронные модули. CommonJS с появлением ноды стал известен, и появилась его имплементация для браузера. Ну и появились, соответственно, первые бандлеры, которые начали обрабатывать вот эти вот модули. То есть это был Required.js для AMD и Browserify для CommonJS. К нынешнему моменту мы пришли в таком виде. То есть SinglePatch Applications до сих пор растут. И вы слышали в предыдущем докладе, какого они уже размера стали. Это потребовало дополнительных техник по оптимизации. То есть дополнительные техники — это разбивка результирующего кода на чанке и подгрузка этого кода по требованию. То есть мы стали наш бандл не сразу всем скопом грузить, не все эти 3,5 метра с ангуларом вторым запихивать в один запрос, а подтягивать, резать его на логические кусочки и подтягивать по необходимости. А также концепция SmallModule, о которой я чуть-чуть позже расскажу. И, собственно, с точки зрения модулей у нас появился Webpack, как такой продвинутый лодер, который умеет много чего. Ну и, соответственно, появились ECMAScript 6 модуля, но, к сожалению, на данный момент они доступны только через транспилятор, через транспайлер. То есть нет ни единого браузера, который поддерживает их нативно. Когда-нибудь, естественно, когда-нибудь у нас в светлом будущем, где все розово и классно, у нас будет нативная поддержка ES6 модулей в браузере. Кроме того, у нас будет HTTP 2 на каждом сервере, который вообще просто сделает устаревшим бандлинг. То есть у нас каждый модуль можно будет тянуть отдельным запросом, и это не будет нагружать нашу сеть. То есть все будет замечательно. Ну, соответственно, транспайлинг, бандлинг, они уйдут в небытие. Но, увы, сейчас это не так. Сейчас у нас все значительно хуже. Собственно, вот здесь вот должен был быть слайд с табличкой, которая показывает размеры популярных фреймворков. Ну, там всякие Angular 2, React со всей его экосистемой, первый Angular, в том числе дополнительной библиотеки типа Lodash, типа Moment, типа D3. Ну, там цифры очень большие. Опять же, я не стал забивать презентацию этими данными. Просто поверьте мне на слово. Там очень большие цифры, которые как бы для браузера, ну, для обычного клиентского приложения, для обычного сайтика очень высоки. То есть это речь идет о мегабайтах. Соответственно, каким образом мы можем решить эту проблему? Для начала посмотрим, как на структуру нашего нынешнего веб-приложения. То есть у нас есть какие-то исходники, написанные на ECMAScript 6, то есть это ECMAScript 6 модуля, которые транспайлятся через транспайлер, будь то Babel, будь то TypeScript, будь то Tracer. Все это приводится к CommonJS модулям, то есть это у нас отранспайленный уже код. И затем Bundler, это будь то Webpack, будь то Browserify, Browserify, GSP, ну и куча еще всяких интересных штук, которые это все делают. Собирают эти CommonJS модули, лепят из них один большой Bundle, и, собственно, у нас получается сборка. То есть вот это вот то, как сейчас выглядит клиентская сборка. Что мы можем, собственно, сделать? А мы можем зайти с двух сторон. Мы можем, во-первых, оптимизировать наш Bundle, то есть посмотреть вот на вот этот вот результирующий кусок, который у нас получился. И, ну, минифицировать его по старинке, загзиповать, сделать его чуть меньше за счет архивации. А также можем при помощи Webpack, который достаточно просто и удобно это позволяет, первый Webpack удобно просто это позволяет сделать, просто нарезать этот Bundle на куски, как я уже говорил раньше, и выдавать по необходимости. То есть мы зашли на основную страничку, у нас не грузится весь JavaScript. Если нам понадобится зайти на админку, мы, наши скрипты будут знать, что надо с сервера затянуть дополнительные скрипты, которые отвечают за админку. То есть, ну, все, я думаю, видели этот пример на сайте Webpack. А еще мы можем зайти с другой стороны. Мы можем оптимизировать наши сорцы, наши исходники. То есть, вот эта вот часть, точнее, даже вот эта вот часть. В первую очередь мы можем сделать, вот эти вот, модуляризировать, применить подход small-модулей. То есть, когда каждая библиотека у нас будет разбита на логические куски, которые мы сможем обрабатывать как отдельные модули. То есть, как отдельные, ну, чуть ли не NPM-модули, да. Вот такой подход, он характерен для LODESH. Если вы смотрели, как в последней версии LODESH, и в том числе D3 в последней версии, как он выглядит, то они как раз собираются из вот таких вот кучки-кучки маленьких модулей, которые независимы друг от друга. И когда вы делаете вот такую вот штуку, вот require LODESH unique, например, у вас подтягивается только код, ответственный за unique. То есть, вот это вот отдельный модуль. То есть, вместо вот этого, когда мы затягивали целую большую LODESH библиотеку и пользовались одним маленьким методом unique, мы просто подтягиваем наш необходимый метод. Но, увы, эта штука работает только для тех библиотек, которые специально так написаны авторами этих библиотек. То есть, и она требует, как бы, это нетривиальное решение, которое требует очень много работы. То есть, разбить всю монолитную библиотеку на кучу маленьких модулей. То есть, поэтому подход small-модулей, он имеет место быть, но, к сожалению, его никак нельзя автоматизировать. И вот здесь вот мы возвращаемся к еще одному подходу, tree-shaking, то есть, непосредственно оптимизация вот этих вот наших исходников, которые написаны, подчеркиваю, в ECMAScript 6 нотации модулей. То есть, импорт, from, бла-бла-бла. Собственно, что такое tree-shaking? Tree-shaking — это штука, в принципе, достаточно известная в мире программирования. Она, на самом деле, не была изобретена в JavaScript мире. Как минимум, в до ECMAScript 6 период был такой язык, и сейчас есть Dart, может быть, знаете, это гугловская разработка, которая позиционировалась как замена JavaScript. И вот там вот за счет как раз тоже таки статической природы модулей, которые были использованы в Dart, можно было делать tree-shaking. То есть, за счет особого, особых модулей, которые там были, можно было просто удалять неиспользуемой зависимости. Сейчас же наш ECMAScript 6 позволяет сделать то же самое. Ну, на схеме достаточно примитивно это все описано. То есть, у нас есть какой-то наш main файл, main модуль, который импортирует библиотеку с кучей ее зависимостей. А, собственно, в нашем main модуле мы дергаем какой-то другой модуль, который дергает вот эту вот одну маленькую зависимость. То есть, вот эти вот и вот эти две штуки нам в принципе не нужны. И вот этот модуль мы тоже написали, но как бы почему-то его нигде не использовали. То есть, из основного модуля мы к нему не достучимся. Мы можем эти исходники прогнать через tree-shaking-компилятор, то есть, который сделает статический анализ структуры и пометит или удалит неиспользуемые куски. И у нас в результате получится вот что-то такое. То есть, только то, что нам непосредственно надо, только то, что мы теоретически можем использовать. То, до чего мы можем достучаться из корня вот этого дерева. Ну, собственно, почему ECMAScript 6… Вы можете, кстати, задать вопрос логично. У нас вроде бы как есть уже какие-то модули AMD, CommonJS. Почему ECMAScript 6 модули лучше? Потому что они обладают статической структурой. То есть, структура нашего приложения известна на момент начала компиляции. То есть, если у нас наши вот эти вот require, CommonJS модули, которые сейчас активно используются, их структура приложения неизвестна до того, как мы его не скомпилируем, потому что у нас она может зависеть от каких-то развилок в коде, то сама форма ECMAScript 6 модулей, она просто запрещает делать вот эти вот развилки. Поэтому у нас в самом-самом начале компиляции мы просто знаем уже, можем построить дерево от наших зависимостей. Кроме того, в CommonJS модулях импорты – это просто копия экспортируемых значений из других модулей. А в ECMAScript 6 модулях импорты – это непосредственные read-only views, то есть ссылки на экспортируемое значение. То есть, это не… Это просто ссылка, куда нам надо смотреть, чтобы взять какую-то вещь из другого модуля. Ну, вот здесь вот чуть подробнее написано, с чем это можно сравнить. То есть, вот импорт x from foo будет просто как объявление константы x. Ну и вот эти вот при помощи нейминга, неймспейсинга, импорт звездочка из foo from foo будет как импортируемый зафроузенный обжект, то есть объект, который мы не можем менять никак. Об этом очень хорошо, замечательно просто написано в книжке «Exploring ECMAScript 6» «Exploring JS» у такого замечательного дядьки, немца Акселя Раушмайера, кажется, вот так его фамилия читается. Очень-очень рекомендую тем, кто еще не читал, кто хочет поподробнее разобраться, не только в модулях, а в других фичах ECMAScript 6-го, обязательно обратить внимание. То есть замечательная книга, там все хорошо подробно расписано. Вот, собственно, ссылочка здесь внизу, но я думаю, вы просто, если в гугле вобьете «Exploring JS», «Exploring ECMAScript 6», вы сразу попадете туда, куда надо. Посмотрим на примере кода, что такое 3Shaking. То есть просто представьте, у нас есть библиотека с утилитами какая-то, которая экспортирует две функции. То есть какая-то полезная функция, summary, которая просто возвращает сумму двух чисел, и абсолютно бесполезная функция, которая ничего не делает. То есть она, соответственно, и помечена таким образом. Эти две функции мы импортируем из файлика utils в нашем основном файле в точке входа и, соответственно, вызываем только полезную нашу функцию summary, sum1.2. Соответственно, весь вот этот код после 3Shaking, он будет преобразован вот в такой вид. Здесь у меня, к сожалению, опечатка, вот здесь должно быть 1.2. Не sum1, а и B1.2, то есть вот этот вот вызов. То есть, как вы видите, у нас просто полностью отвалится неиспользуемый метод, неиспользуемый экспорт, и дальше у нас будет абсолютно чистый кусок кода, каждая строка которого так или иначе используется, так или иначе участвует в работе. Стоит отметить, что 3Shaking — это не удаление мертвого кода. Есть такой термин — dead code elimination. он скорее применим к таким штукам, как Aglify.js, Google Closure Compiler, то есть это когда мы уже наш сформированный бандл, мы просто анализируем на предмет вот таких вот неиспользуемых переменных, то есть неиспользуемых каких-то кусков, которые мы просто можем смело выкинуть, о которых мы точно на 100% сможем сказать, что эта переменная, которую мы объявили, мы ее не используем. Вот это вот dead code elimination. А 3Shaking — это анализ исходников. То есть мы вместо того, чтобы умирать мертвый код, мы включаем только живой код. Какие тузы сейчас позволяют это сделать? В первую очередь вебпак 2. То есть вебпак 2 — это вторая версия популярного вебпака. Они во второй версии перешли на нативную поддержку ECMAScript 6 модулей. То есть если раньше, если в первом вебпаке у нас для того, чтобы собрать все вот эти зависимости, нам обязательно нужно было использовать транспайлер, который из ECMAScript 6 модулей сделает обычный command.js модуля, и тогда вебпак сможет с ними как-то поработать. Теперь нет. Теперь у нас вебпак 2 по умолчанию умеет работать с ECMAScript 6 модулями. Кроме того, есть Rollup. Rollup — тоже замечательная штука. Они немножко по-разному работают, но суть одна. То есть что вебпак, что Rollup — они просто удаляют мертвую зависимость. Они делают решейкинг, точнее. Ну, есть gspm, которые под капотом все-таки используют Rollup. И, наверное, есть еще какие-то библиотеки. Я, честно, не искал дальше. По крайней мере, на слуху первые вот эти две. О вебпаке 2. Вебпак 2, как я уже говорил, поддерживает ECMAScript 6 модули. Из коробки поддерживает. То есть можно уже не использовать бабель, если вам только нужны... Только ECMAScript 6 модульная структура. Кроме того, он сейчас работает с промисами. То есть они ушли от вот этой вот порочной... Как не порочной, они очень удобной практики работы с коллбеками. Потому что промисы все-таки проще читать. И вот здесь вот надо понимать, что нам обязательно надо иметь промисы в поддержке наших браузеров. То есть если это какой-то старый браузер, то, возможно, надо будет подключить Polyfill. Кроме того, они немножко проапгрейдили рекваринг модулей прямо из рантайма. То есть это когда у нас выполняется код программы, и мы хотим там подтянуть еще какой-то отдельный модуль. То есть это то, на чем основывается, собственно, код сплитинг, код он демант. Вот сейчас это стало немножко удобнее за счет использования промисов. То есть там все красивее, все приятнее, все круче. Ну и легкие косметические изменения в конфигурации. То есть конфиг стал... Он все еще такой же страшный, большой и пугающий на первый взгляд. Но с ним чуть-чуть проще работать теперь. Вторая версия была зарелизена осенью 2015. Я точно не знаю даты, но, по крайней мере, первый коммит с тегом 2.0 был в конце ноября 2015 года. Ну и на текущий момент это 2.1.0 в бете. В принципе, им уже можно пользоваться. Как вы знаете, Angular 2 уже включает вебпак, в том числе Angular 2.0. Давайте опять же вернемся к нашему примеру. То есть тот же самый пример, который мы уже видели. Исходники. Две функции экспортируются. Одна из них полезная, другая бесполезная. И в точке входа мы импортируем обе эти функции, но используем только полезные. Кстати, тут без ошибок уже написано. Как нам, собственно, включить 3 шейкинг вебпаке? Он включен по умолчанию. То есть просто вызывайте вебпак, в Airbus для того, чтобы посмотреть, что у нас вообще происходит. И обязательно, если вы пользуетесь бабелем, не забудьте поменять вот эти вот пресеты обработки модулей. То есть пресеты. Мы должны прямо сказать бабелю, что чувак, оставь в покое модули, мы сами с ними разберемся. Вебпак сам с ними разберется. Ты можешь там, не знаю, транспайлить стрелочные функции, декораторы, спреды и прочее, прочее, прочее. Но насчет модулей только вебпак. Вебпак ими занимается. И что мы получим на выходе? Мы получим вот такой вот выхлоп, в котором будет написано о том, что вот у нас есть library.js, из которого, который явно экспортирует функции summary, useless function. Ну, у меня там была еще одна, another useless function в моем живом коде, из которой использован только summary. Использован только summary в нашем index.js. То есть это значит, что у нас только вот эта вот функция нам нужна. Только ее мы реально используем. Вот это барахло можно выкинуть. Чтобы включить, чтобы минимизировать, чтобы оптимизировать, скажем так, наш bundle, нам достаточно добавить просто ключ optimize-minimize. То есть если в первом вебпаке, как вы помните, нам надо было делать отдельный плагин, включать его Aglify.js, и было достаточно тяжело там разбивать это между разными сборками, то есть разный набор плагинов должен был быть для Dev и Prod-сборки, то теперь все достаточно просто. Дополнительный ключ optimize-minimize, и у нас сразу по умолчанию включится Aglify.js плагин. На выходе это даст вот такой вот результат. То есть у нас есть какой-то топ-левел логика, то есть который отвечает за загрузку модуля, это уже вебпак добавляет. И дальше мы передаем в эту самовызывающуюся функцию модули в качестве аргументов, в качестве массива функций, которые в себе, в своем замыкании прячут непосредственно модуля. В каждой из этих функций она принимает на вход три параметра. Это модуль, exports и топ-левел require, то есть вот то, что отсюда мы, то, что здесь мы объявляем. И при помощи вот этого топ-левел require мы просто можем зареквайрить все модуля, которые у нас вот здесь вот есть в этом массиве. Обратите внимание, вот этот наш useless метод, который ничего не делает, он будет помечен на удаление. То есть он будет помечен, что он нам не нужен, он нигде не используется, это бесполезная функция. То есть и затем, когда мы вызовем optimize minimize, наш aglify.js просто возьмет и по вот тому самому dead code elimination он просто посмотрит, что да, окей, вот тут вот есть у нас функция, внутри нее объявлено две функции, но явно у нас используется только вот эта вот функция. Вот эта просто мертвым грузом висит, поэтому ее можно смело удалять. Вот так работает Webpack 2. Немножко о roll-up. Roll-up это тоже модуль bundler, еще один, который тоже поддерживает ECMAScript 6 модуля из коробки, ну и соответственно поддерживает 3-shaking. Он был представлен тоже где-то в середине 2015 года, по крайней мере первое упоминание о нем на Medium от его автора я нашел как раз вот в статье от июля 2015 года. Он там как раз описывал вот эту вот схему с маленькими модулями, small modules, подход, и критиковал его справедливо и говорил, что такой подход обречен. Ну и человек не сидел после этого, подкрепил свои слова делом, взял и написал библиотеку, сборщик, который при помощи имплементации вот этих вот модулей он может делать хорошие вещи. Ну на текущий момент roll-up обладает вот такой вот версией, это 0.36, то есть он все еще достаточно молодой, но тем не менее он очень получил широкое применение в библиотеках, получил широкое применение в исходниках библиотек. То есть в частности его используют в UGS, о котором вы слыхали, наверное. В частности его для своей сборки используют D3 четвертой версии. То есть я, собственно, о roll-up впервые услышал, когда смотрел на репозиторий D3, там где его автор Mike Bostock как раз говорит, вот смотрите, мы теперь придумали такую штуку, мы теперь используем roll-up, теперь вам вовсе нет надобности тянуть весь наш большой D3, который занимает тоже там какие-то мегабайты. Теперь вы можете просто при помощи roll-up дернуть только то, что вам нужно. И да, это работает. Как происходит roll-up bundling? Ну, тоже достаточно просто. Мы вызываем roll-up с ключом C. На выходе из вот того примера, который я вам показывал, у нас получится просто вот очищенный кусок кода, то есть только те вещи, которые нам нужны. То есть если будут какие-то конфликты имен, то roll-up этот сам просто сделает какие-то алиасы, то есть поможет нам зарезолвить эти проблемы с конфликтами имен. Но на выходе мы получим просто чистый JavaScript, без всяких лодеров, без всяких overheads, без всякой структуры, которую добавляет в App 2. И на самом деле это очень, с одной стороны, это очень удобная штука, потому что позволяет делать перформанс быстрее, с другой стороны, не очень удобная, потому что у нас код сплитинг отваливается. Я об этом чуть позже расскажу. Scope hosting. Scope hosting – это вот как раз та штука, о которой я только что говорил, это ускорение, скажем так, работы. То есть как вы видите по вот этому коду, у нас по сути весь наш бандл – это одна большая самовызванная функция. В данном случае мы roll-up попросили заэкспортить, то есть сделать бандл, вот именно в таком виде обернуть самовызывающуюся функцию. Но это как бы не обязательно, мы можем просто попросить очистить наш код. Одна функция, в которой собраны все-все-все наши реально используемые экспорты из всех наших модулей. Вебпак же, как вы помните, немножко по-другому действует. То есть он добавляет свой небольшой overhead. То есть он изолирует каждый модуль в замыкании, экспозит какой-то топ-левельный реквайр для внутренних потребностей, строит свою колл-схему, то есть свою схему вызова модулей из вот этого общего набора, который есть. Ну и помечает, соответственно, неиспользуемые экспорты для удаления, которые потом удалятся аглифаем. Roll-up действует немножко по-другому. Он статически анализирует всю структуру модулей. То есть, как я уже говорил, экмоскрит 6 модулей за счет своей природы позволяют это сделать. И просто автоматически сразу убирает то, что мы не используем. То есть забирает в наш бандл только то, что мы используем. Ну и, соответственно, у нас таким образом получается, что все экспорты, они как бы поднимаются в один сколп, в один самый верхний сколп. То есть у нас получается, что мы выигрываем за счет того, что у нас нет, во-первых, вложенных сколпов, то есть мы выигрываем по памяти во время вызова этого нашего бандла, вызова в работу. Плюс у нас нету потери в скорости для поиска по ассоциативному массиву переменной длины. То есть вебпак, как раз вот за счет своих вот этих вот собственной колл-схемы, он, когда вызывает модули, он просто ищет их по ассоциативному массиву. Roll-up так не делает. У нас просто на выходе получается чистый JavaScript. То есть, ну и, соответственно, плюсы-минусы сразу становятся понятны. Вебпак, как первый, так и второй, позволяют делать рантайм, вызов модулей, подгружение модулей прямо в рантайме, то есть и динамические импорты. То есть вебпак 2 вообще вот использует вот такой классный подход system import, то есть он вызов system import, вы затянули какой-то модуль асинхронно, и потом этот вызов возвращает promise, вы потом зеном через цепочку promise делаете, что хотите у вас. Когда подгрузился ваш модуль, все классно, вы можете с ним работать. Или не подгрузился, какая-то ошибка упала, и вы уже можете ее обработать. Раньше этого, кстати, не было. То есть вот те плюсы, о которых я говорил в вебпаке 2. Оп, пардон, не туда нажал. Ну и, соответственно, это позволяет применять всякие продвинутые техники для бандлинга. То есть то, о чем я говорил, это вот это вот code on demand, нарезка бандлов на кусочки, вызов, когда необходимо, именно за счет вот этой вот динамической природы собственной колл-схемы вебпака. Соответственно, это дает некоторые минусы. То есть более сложная структура. Ну, естественно, сравните. То есть какой код проще читать, вот этот или вот этот. Хотя, по сути, у них реально функциональность одна и та же. Ну и, естественно, это отражается на перформансе. То есть это дает какую-то деградацию перформанса, ухудшение перформанса. Особенно это будет заметно на каких-то суперкрупных бандлах, когда у вас там сотни модулей, между которыми надо переключаться. И вот это вот будет давать иногда ощутимое просаживание производительности. Соответственно, под код Rulapa, он имеет следующие плюсы. Во-первых, он сохраняет структуру оригинального кода, максимально похожее на то, что вы написали. То есть это не какие-то непонятные внутренние реквайеры, которые непонятно как, откуда вызываются. Это сразу тот код, который вы написали, просто из которого убрано все лишнее. Ну и, соответственно, перформанс. Чуть лучше перформанс за счет того, что один скоуп, нету никаких поисков, все классно, все супербыстро работает. Но без минусов тоже не обошлось. Мы не можем делать вызов подгружения модулей в рантайме. То есть мы получили на выходе бандл, все, он статический, мы работаем только с ним. Ну и, соответственно, техники по бандл сплитингу, по коду on demand, их придется теперь делать вручную. То есть вручную придется собирать несколько разных бандловых, как-то там поддергивать и так далее. То есть вот такие вот минусы. Ну, собственно, на этой оптимистической ноте я хочу закончить. Всем спасибо за внимание. Вопросы? Вопросы сразу по версиям JavaScript. Ну, как бы, смотрите, есть JavaScript, который используется в броузерах, есть ECMAScript 6, и вы назвали еще CommonJS. Давайте все-таки уточним, что есть что. Спасибо. Да, я понял вопрос. Здесь речь идет о разной нотации модулей. То есть есть CommonJS модуль, это когда вы подключаете какой-нибудь модуль через require, то есть пишите require, там utils, и понеслась. А ECMAScript 6 модулей – это новая нотация модулей, которые должны будут быть заимплеменчены как нативные скоро. Сейчас, в данный момент они выглядят следующим образом. То есть импорт – что-то там, from – что-то там. То есть за счет вот этой вот… Основная их разница в том, что экспорты, которые экспортируют модули, они разные по своей сути. То есть если CommonJS модуль экспортирует копию объекта, то есть это просто копия значений каких-то, то ECMAScript 6 модуль, они экспортируют ссылки. То есть они просто указывают, куда надо смотреть, чтобы получить то, что мы хотим импортировать. И это делает их пригодными для тришейкинга. То есть именно в этом как бы их одна из основных разниц. Там помимо тришейкинга есть еще куча всяких фишек, куча всяких плюшек, которые можно будет на основе этой статической структуры сделать в будущем. То есть это хороший задел для макросов, например, то есть для тому подобных вещей, которые будут использоваться в рантайме. Но пока что вот пришли только к тришейкингу. То есть пока что хорошая имплементация есть у тришейкинга. А что, сейчас в браузере используется экосистент? Сейчас в браузере нету никакой нативной поддержки модулей вообще. То есть либо это… Ну, скажем так, сейчас в браузере вы можете только подключать отдельные куски JavaScript при помощи тега script, который подключается в HTML. В будущем ECMAScript 6 модуль, когда они станут нативными, они смогут подключаться точно так же, только с тегом модуль. Скрипт с тег модуль. Кажется так. В данный момент нет возможности нативно заимплементить модуля вообще никак. То есть поэтому мы используем бандлеры. Поэтому используется Required.js, поэтому используется Webpack, Browserify, JSPM. То есть куча всяких штук, которая из исходников, из разрозненных исходников, собирает один большой бандл, который мы подключаем потом. Вот как-то так. Александр, подскажите, пожалуйста, в Angular 2 есть такая вещь, как Lazy Loading модулей. Соответственно, я не могу, насколько я понял, использовать Rollup для этого. Да. Да, Rollup, скорее всего, не подойдет. Именно по той причине, о которой я говорил буквально на последнем слайде. То есть именно, наверное, по этой причине используется Webpack 2, который позволяет очень удобно делать вот такие вот штуки. То есть в рантайме. То есть Lazy Loading как раз вот то же самое. Rollup, он не столько бандлер, сколько вот просто очиститель. Очиститель кода от ненужных, неиспользуемых экспортов. И все. То есть поэтому, если хочется Lazy Loading и прочих продвинутых вещей, но вы готовы пожертвовать ради этого более сложной структурой самого бандла, то есть меньше читабельностью кода и, возможно, просаживанием каким-то по производительности, то тогда, да, Webpack 2. Да. Опять же, если взять ваши примеры, в котором в модуле есть и два экспорта, это Zoom и второй модуль. Да, да, да. Сейчас я даже открою его. Да, вот этот вот. Вот. Если вдруг в модуле Zoom у тебя используют обращение к первому модуле. Какому именно? Узеллась патчика. Ну, окей. Тогда у нас вот здесь вот мы просто будем использовать еще вот этот вот узеллась метод. То есть он наш summary. У нас появится вот здесь вот просто ссылка, скажем так, на использование узеллась метода. Вот здесь вот где-то будет этот вызов. И тогда узеллась метод тоже попадет в наш бандл результирующий. То есть это объявление функции. До тех пор, пока нет его явного вызова где-то, до того момента мы считаем, что эта функция нам не нужна. Точнее, очиститель вот этот вот, Aglifier, считает, что она нам не нужна и считает, что ее можно смело выкинуть. Ну, в принципе, он прав в этом. То есть как только мы ее используем даже внутри этого завода, или он может заняться? Как только мы напишем узеллась метод и вызовем его со скобочками, то все, он у нас используется. Все логично. Каким образом неявный? По имени функции тоже будет то же самое. То есть, я так понимаю, внутри, под капотом где-то глубоко эти резуллы, они отслеживаются. То есть, единственный момент, когда Aglifier не может понять, нужна ли функция или нет, это если мы начинаем вот здесь вот экспортить, делать экспорты не отдельными функциями, а объектом. То есть, напишем экспорт объект, у которого там summary, это метод, собственно, sum, и другой метод, это useless метод. И вот здесь вот мы импортим вот этот вот объект, из него вызовем только sum. Вот тогда вот Aglifier наш не сможет понять о том, что какой из методов объекта экспортируемого нужен, а какой нет. Вот тогда… Ну, в общем-то, да, наверное. То есть, теоретически, у нас есть кусок кода, который мы не используем. Но как-то, да, как-то явно на 100%, на 101% доказать, что этот кусок кода не будет использоваться в будущем, Aglifier на данном этапе не может. То есть, может быть, в будущем появятся какие-то продвинутые алгоритмы, которые смогут это делать. Еще вопросы? Давай. Александр, а вот в начале своего выступления ты говорил, что когда-нибудь появится новый протокол, это будет HTTP2, и вся судьба длеров вообще… Ну, мы не будем в них нуждаться. Как ты считаешь, они сейчас обречены на вымирание в будущем, или же они просто превратятся в какие-то оптимизаторы кода, или же… Знаешь, это такой риторический вопрос, на который можно отвечать, расплываясь мыслью по древу. Для начала надо просто понять, когда у нас будут широко, настолько широко применяться HTTP2 протокол. То есть, вот эти его фишки. Затем надо понять, когда браузеры нативно заимплементят модули. То есть, когда они смогут нативно поддерживать скрипт с тегом модуль. То есть, до того момента говорить о том, что будет с бандлерами, ну, я думаю, им найдут какое-нибудь другое интересное применение. То есть, это как бы будущее, это светлое будущее, но когда оно наступит, непонятно. Не факт, что все доживут до него. Вопросов больше нет, я так понимаю, да? Все, спасибо большое за внимание. Саша, сразу. Я, конечно, не могу отпустить вас просто так. У нас есть традиция. Кто к нам ходит, все знают. Мы дарим небольшие подарочки для наших докладчиков. Это просто символизирует то, что мы действительно ценим то, что вы делаете. Спасибо большое, что подготовились и сегодня уделили нам время. Давайте еще раз поаплодируем ребятам. У меня есть такие классные штуки. Вот, это тебе, и это тоже тебе. И, Саша, который, Трищенко, ты уже коллекционируешь такие грамоты давно, но у нас изменился дизайн этих грамот, поэтому это новенькое. Держи. Спасибо. Это тебе, Саша. Я не буду фотографировать. Я потом тебя сфотографирую. Да, коллеги, спасибо. Еще хотела напомнить о том, что презентации и видео будут доступны. Мы отправим всем людям, которые зарегистрировались на почту. Я думаю, что это произойдет завтра, в первой половине дня. Да, то есть есть куча материала, который стоило бы прочитать, если вы заинтересовались тем, о чем я рассказывал. Я обязательно дам ссылки. Обязательно дам ссылки на хорошие книги, на хорошие ресурсы. То есть feel free. Вообще просто. Все для вас. Да, и хотела бы еще напомнить, пожалуйста, по поводу фидбэка. Пожалуйста, отметьте, если вам понравилось, не понравилось. Нам любой фидбэк важен и интересен. Вот, пожалуйста, не только поставьте циферку, но и что-то напишите. Будем очень благодарны. Да, спасибо большое, что сегодня пришли. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...